МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. Каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов? Сегодня в выпуске. 21-летнего Азиза Джамалуддинова судят по 7 статьям За убийство братьев Нурбагандовых ему грозит до 20 лет лишения свободы. С новейшими инновационными технологиями обучения лучшие педагоги Дагестана ознакомят своих коллег в Таджикистане. Свыше 70 учителей командированы в одной из среднеазиатских республик. Представлять Дагестан на чемпионате мира приятно, почетно и гордо, считает воспитанницей дагестанской школы женской борьбы Виктория Ваулина. Почему 19-летняя пермячка покинула свой край и переехала в Махачкалу, об этом в сегодня выпуске. 17 лет тюрьмы за участие в двойном убийстве. В Верховном суде Дагестана состоялось заседание по уголовному делу об убийстве сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида Нурбагандова. 21-летнего Азиза Джамалудинова судили по семи статьям. Обвиняемому грозило 20 лет лишения свободы. По версии следствия он находился в составе так называемой избербашской бандгруппы. В зале присутствовал отец и братья героя России Магомеда Нурбагандова. Напомним, что недели ранее суд отложил рассмотрение дела ввиду неявки потерпевшей стороны. Нурбагандовы были убиты 10 июля 2016 года в лесу неподалеку от Сергакалы. Именно Магомеду принадлежит фраза «работайте, братья», с которой он обратился к своим коллегам, сотрудникам силовых служб, за несколько секунд до смерти. Задать подсудимому вопросу журналистам не разрешили, но в суде находились и его родители. Он мне точно говорил, приехал. Я очень-очень сожалею, что так случилось. Я перед ними, я даже был бы, он говорил бы, да, отец, я стрельнул, там было вот так. Он ничего не делал этому человеку, Нурбагандову. В рассмотрении судебного разбирательства длилось несколько часов. Обвиняемый Азиз Джамалудинов осужден на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф в 100 тысяч рублей. Дело второго участника Артура Бекбалатова будет рассматривать в Северокавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону. Остальные участники бангруппы были уничтожены в ходе спецоперации. Педагоги Дагестана командированы в Таджикистан. Сегодня министр образования и науки республики проводил группу лучших учителей русского языка, математики, химии, физики, биологии, информатики за границу. Планируется, что они отработают в Душамбе и Дангаре один год с возможностью в дальнейшем продлить контракт. Подробнее об образовательно-культурной миссии расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Внедрить новейшие инновационные технологии обучения, донести достоверные сведения о современной России. Такая задача стоит перед дагестанскими преподавателями в Таджикистане. Свыше 70 педагогов различных школьных дисциплин только из нашей республики выразили желание отправиться с образовательной миссией за границу. По итогам отборочного тура независимой комиссии были утверждены лишь 6 кандидатур. Сегодня у нас такой исторический момент, можно сказать смело и не побоюсь этих громких слов. Мы сегодня направляем группу дагестанских учителей в республику Таджикистан для того, чтобы наши люди помогли нашим коллегам в Таджикистане в освоении образовательного пространства по предметам русский язык, биологии, информатики и химии. Таджикская сторона обеспечит наших сограждан жильем и бытовыми условиями, компенсирует затраты на авиаперелеты, обеспечит оплату труда на среднем уровне по стране. Министерство образования Российской Федерации в свою очередь профинансирует менторам-мигрантам медицинскую страховку и транспортировку багажа. Но главное – ежемесячно будет оказывать материальную поддержку бонусом к основной зарплате. Общие сложности они будут получать, ну это по предварительной информации, которую мы имеем, в пределах где-то 50-60 тысяч рублей в месяц. Это по русским нашими деньгами. Я думаю, что это достаточно хороший стимул и с материальной стороны для наших учителей. Айман Рамазановна всю жизнь мечтала внести свой вклад в распространение русского языка и литературы в других странах. Преподаватель с 29-летним стажем средней школы номер два города Избирбаш едет в поселок городского типа Дангара на родину президента Таджикистана Эмумали Рахмона. По ее словам, она готова не только обучать школьников, но мотивировать своих зарубежных коллег к повышению профессиональной квалификации. Конечно, речь идет не только о материальных возможностях. Это на второй план, если честно сказать, у каждого учителя есть своя путеводная звезда. И прежде всего, это моя звезда, это личностный рост. В компании женщин-педагогов есть и один мужчина – Тимур Габибулаев. Математик Кизелюртовской гимназии в длительную командировку отправится с женой Раисат. Она тоже учитель. Для молодых такая образовательная командировка в Душамбе – еще и приятное приключение. И опыт, немного набраться международного. Ну, а так хочется просто немного что-то новое в жизни. А то все одно и то же. Отъезд группы учителей из Махачкалы в Москву намечен на 21 августа. После недельных тренингов о культуре и традициях Таджикистана, которые пройдут в столице России, подготовленные коучи отправятся в пункты назначения. Ларианна Шемхалаева, Нурмухамад Мухаммадов, телеканал ННТ Махачкала. Важная информация для автовладельцев и тех, кто в ближайшее время планировал поездку в Грузию. В связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия до особого распоряжения движения автотранспортных средств на федеральной автодороге Владикавказ-Нижний Ларс в обоих направлениях запрещено. О времени открытия движения будет сообщено дополнительно. Ну а теперь дайджест от Курбана Рагимова. Известный телеведущий Михаил Кожухов рассказал о четырехдневной поездке по Дагестану. Мы успели побывать в селе Златокузнецов Кубачи, в селе гончарного ремесла Балхари, в Гунибе на родине нашего гида и друга Муртазали Магомедова. И это, конечно, далеко не все, написал Кожухов в блоге. Не оставил без внимания Кожухов и особенности культуры дагестанцев. Свадебные традиции, передачу из поколения в поколение секретов ювелирного мастерства, гостевые дома, в которых сохранен быт горского жителя. Следующее путешествие в Дагестан Кожухов планирует совершить уже в сентябре и набирает команду желающих. Самолет «Махачкала-Москва» экстренно сел в Волгограде из-за решившей покурить пассажирки. Авиакомпания «Победа» теперь рассчитывает взыскать с нарушительницы компенсацию за вынужденную посадку. После того, как пассажирку-нарушительницу вместе с подругой высадили в Волгограде, остальные пассажиры, 181 человек, отправились по маршруту. Женщине теперь грозит административная ответственность. Штраф до 5000 рублей или арест до 15 суток. Дагестанская шпажистка Айзанат Муртазаева стала победительницей девятой летней спартакиады учащихся России по фехтованию. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. В состязаниях шпажисток участвовали 40 спортсменок. Уроженка Хунзахского района превзошла соперниц из Северной Осетии, Ростовской области и Москвы. Совсем недавно Виктория Ваулина завоевала бронзовую награду чемпионата мира по женской борьбе в Финляндии. 19-летняя девушка с Пермского края, как ни странно, представляла Дагестан. Одна из сильнейших юниорок планеты, в прошлом победитель чемпионата мира, теперь занимается в спортивных залах нашей республики. С чем связано желание девушки представлять на международных турнирах, Дагестан узнавала Хатиджа Курбанова. Так проходят спарринги Виктории Ваулиной, 19-летней призерки мира по вольной борьбе. Еще совсем недавно на всех соревнованиях она представляла Пермский край, свою родную область. Сегодня она является одним из ключевых звеньев дагестанской женской борьбы. Юниорка приехала сюда в начале 2017-го, когда в какой-то момент поняла, что перестала расти и стоит на одном месте. Здесь же ей комфортно, а главное, можно лучше развить свои борцовские навыки, признается спортсменка. Вика остановилась и как родители на это отреагировали на твое решение заниматься здесь? Конечно, мама очень испугалась. Сначала была против. Ей же здесь показывают, что здесь постоянно перестрелки, девушек впервые будут, всякие такие ужасы по телевизору. И она, типа, нет, Вика, давай домой, езжай, типа, не надо туда. Ну, я ее переубедила. Я сказала, мама, успокойся, я тебе сюда привезу, я тебе здесь покажу, что здесь безопасно на самом деле. Здесь тихо, спокойно. Ничего подобного нет, что показывать по телевизору. Женская борьба – молодой вид спорта. Но, несмотря на это, в республике она набирает всю большую популярность. Если буквально в прошлом году количество желающих заниматься женской борьбой сводилось к единицам, то в этом году у нас уже есть сформированные группы, признается заслуженный тренер России Эмма Магомедова. Все тренировки Виктории спарринги и схватки проходят под ее контролем. У нее уровень уже достаточно был высокий. Она чемпионка Европы, призерка мира. Сейчас, конечно, за эти 8 месяцев тоже есть прогресс. На мире она по кадеткам была, вроде бы, принцесса, а сейчас уже и по молодежи. Конечно, шаг вперед есть, но рада этому. Немножко неудачно выступила на чемпионате России. Ну, так, жеребевка, скорее всего, неудачно сложилась. Ну, думаю, у нее еще все впереди. Молодая, очень трудолюбливая девчонка. С ней очень легко. Тренер Виктории говорит о чемпионате мира в Финляндии. Оттуда представительница дагестанской школы совсем недавно принесла бронзовую медаль. И Нью-Йорка выступала в весовой категории до 55 килограммов. За выход в финал я проиграла 4-3. Мне опять одна выгода не хватило до выхода в финал. Ну, что делается все куча. Побывав в дагестанской школе женской борьбы и пообщавшись с самой яркой ее представительницей, я пришла к мысли, что хочу задать такой вопрос. Виктория, как же не защититься такой хрупкой, довольно хрупкой девушке в непредвиденной ситуации? Допустим, ночью за мной идет борт. Как-то вот так. С ножиком. Я хватаю за кисть. Вторую руку под мышку. Эту ногу я шагаю между ног. Ага. Подборочек. Руки. Да, вору не повезет. В такой ситуации не повезет вору. Это очевидно. Ведь силой и выносливостью, присущей Виктории Ваулиной, мы смело можем надеяться на успех девушки на ковре. Хадижа Курбанова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. После отставки главного тренера Анжи Александра Игоряна, на пост наставника Махачкалинского клуба, уже официально назначен белорусский специалист Вадим Скрипченко, передает официальный сайт клуба. Будучи футболистом, Скрипченко с 1992 по 2007 годы выступал на чемпионатах Белоруссии и России. В нашей стране он играл за ЦСКА и Уралан. Кроме того, Скрипченко имеет в активе матч в составе национальной сборной Белоруссии. В качестве тренера и главного тренера Вадим Скрипченко работал в белорусских клубах Батэ и Минск, а также в российских командах Кубань, Урал и Крылья Советов. После шести туров махачкалинцы находятся на пятнадцатом месте, имея в своем активе всего три очка. В ближайшем матче Анжи встретится с Рубином в Казани. В процессе работы, я думаю, что завтра команда соберется и мы сможем более детально познакомиться и с парнями, как с личностями, с их возможностями. Это уже в тренировочном процессе для того, чтобы побыстрее, как можно быстрее мне узнать возможности футболистов и реализовать их способности на футбольном поле. И это уже, я думаю, заслуга будет тренерского штаба. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар 59,65 рубля, евро 69,99 рубля. Еще больше новостей вы узнаете на нашем сайте nntv.ru. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова